друзья всем привет меня зовут юля вы на моем кулинарном канале сладкий персик и сегодня мы с вами будем готовить просто самое вкусное блюдо которые делают на пасху собственно творожную пасху рецепт необычный потому что мы не будем ставить пасху под пресс мы не будем подвешивать ее в марле и даже процеживать через сито рецепт невероятный я по нему готовила в прошлом году в этом и обязательно повторю поэтому смотрите до конца для начала нам с вами нужно приготовить творог если вы берете творог в брикетах этот шаг можно пропустить но если творог зерновой мы его складываем в блендер и измельчаем до кремообразной консистенции и теперь мы приготовим крем для нашей пасхи мы берем хорошую толстодонную кастрюлю или ковшик это очень важно смешиваем в ней или в нем сливки для взбивания желтки и две столовых ложки сахара варим до загустения постоянно помешивая можно это делать ложкой или лопаточкой ни в коем случае не даем крему закипеть просто стоим около плиты постоянно мешаем и ждем когда наш крем загустеет отдельно мы взбиваем сливочное масло комнатной температуры поэтому просто достаньте его из холодильника там за 40 60 минут до приготовления и оставьте на тарелке масло комнатной температуры с сахаром мы взбиваем с помощью миксера дальше мы подготавливаем наполнитель для пасхи вы можете готовить в принципе без какого-то наполнителя пасхой то получится вкусный если вы будете добавлять пасху изюм изюма предварительно промываем или завариваем кипятком обязательно обсушиваем если вы будете добавлять пасху цукаты то мы их просто нарезаем на кусочки теперь мы берем большую миску и начинаем соединять все наши ингредиенты отправляем миску творог наш заварной крем который уже остыл до комнатной температуры и взбитое сливочное масло с сахаром все перемешиваем и затем добавляем наполнитель что используем изюм или цукаты дальше мы берем форма для пасхи она может быть деревянная или пластиковая или глины как у меня оборачиваем ее пищевой пленкой снаружи не уточняю снаружи не забываем обернуть пищевой пленкой дно и кладем туда нашу пасху тесто для пасхи в общем вы поняли то что мы готовили в этом видео убираем форму в морозилку минимум на пять часов лучше всего оставить пасху на ночь дальше мы ее достаем из морозилки аккуратно разбираем форму скорее всего это будет делать очень легко потому что пасху у нас уже заморозилась и оставляем при комнате температуре примерно на 30 40 минут или можно размораживать ее в холодильнике примерно час или два вы просто не представляете насколько это вкусно никаких сложных конструкций в холодильнике никакой марли никакого подвешивания на балконе или где-то в ванной. Пасха идеально держит форму, она не течет, нужно никакой пресс на нее ставить и получается просто невероятно вкусный. Если вы приготовите себе пасху по этому рецепту в морозилке хотя бы раз, вы больше к классическому рецепту, скорее всего, не вернетесь. Друзья, я буду ждать ваши отзывы в комментариях. Надеюсь, рецепт понравится вам так же, как и мне, и вы полюбите его всей душой. Подписывайтесь на мой канал, пишите ваши отзывы в комментариях и обязательно ставьте лайк этому видео, потому что я для вас очень старалась. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok